Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня особое видео про гранолу. Наверное, вы слышали, что это такое. Если нет, сейчас узнаете, и действительно стоит об этом узнать. Речь пойдет о граноле вообще и о первой в мире невредной, полностью, 100% живой сыроедной граноле. Такого производства еще не было никогда. Вначале я пару слов скажу для тех, кто не в курсе, что такое за гранола. А потом расскажу вам, чем наши гранолы, нашего производства, отличаются от обычных, стандартных, которые производят все остальные по всему миру. Итак, основным зарядом бодрости и, главное, питанием на весь день считается завтрак. Как говорил товарищ Суворов, завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин отдай врагу, совершенно верно. Этому посвящено мое видео, почему не стоит есть после 16.00. Все верно. Ну а завтрак, конечно же, должен быть полезным, сытным и вкусным. Такими необходимыми качествами наделена гранола. Из-за своего главного компонента основы, овса, галазерный овес это уникальный продукт, о нем я сделаю скоро отдельное видео. Так вот, а гранола это традиционное американское блюдо, а теперь европейское. Еще его называют США снэк, трайл микс или сухой завтрак. Гранола состоит из разнообразных питательных компонентов. В составе данного продукта есть всегда овсяные хлопья, сухофрукты, мед, орехи, немного растительного масла. Ингредиенты эти смешиваются и запекаются в духовке, ну или в профессиональных промышленных печах. Это в классическом варианте. Классический рецепт блюда из Америки выглядит как смесь из лаковых, натурального фруктового сока, яблочного, виноградного, апельсинового. Разные добавки. Небольшое количество подсолнечного масла, меда и так далее. Разные производители добавляют еще и всякие сухофрукты, орехи. Гранола производится как в рассыпчатой консистенции, так и в виде батончиков. Продукты спрессовываются, а затем запекаются в специальной форме. Результат хрустящий аппетитный снэк, но термически обработанный, что вредно в любом случае, так как мед, тем более, категорически нельзя нагревать, образуются вредные канцерогенные вещества. Тем не менее, такое лакомство очень востребовано в США, Японии, Канаде, Европе. А в рассыпчатую гранолу добавляют, наливают молоко. Ну а для веганов и всех тех, кто ведет здоровый образ жизни, лучше заливать овсяным или иным молочком растительного происхождения. Кто-то заливает просто водой, кто-то горячий, кто-то холодный. Но все эти гранолы обычные делаются из самого обычного, совершенно неорганического сырья, а главное, его жарят, добавляют сахар, различную химию, кто во что гораст. А сама-то идея великолепная. Потому мы и решили сделать, как много лет назад сделали уникальный, живой, первый в мире сыроедный шоколад и другие изделия. Решили сейчас сделать этот уникальный, не имеющий аналога в мире, действительно абсолютно полезный продукт. Да еще с фантастическим вкусом при этом. Ну как и все наши сыроедные шоколады, каши, супы, соусы, порошки молекулярной сушки и прочие разные продукты. Самое важное, что вам надо знать, это то, что наши гранолы делаются совершенно по-иному. А об этом сейчас как раз подробнее. Чем же наши гранолы отличаются от любых иных в мире? Первое. Так вот, все наши гранолы, а их у нас основных пять видов, мы готовим исключительно из пророщенного глазерного овса плющеного. И это значит, что все вредные белки, лектины, о которых я говорил во многих своих видео, глютен это только один из них, всего лектинов около ста. А это такие белки, которые вызывают воспалительные процессы в организме. Ну в том числе они. То есть не только они вызывают воспаление, но и они в том числе. Так вот, все лектины распадаются на простые аминокислоты, не причиняя вреда организму. А количество витаминов в пророщенном продукте только увеличивается. Второе. В данную гранолу нашу все орехи, которые используются в ней, идут живые, сыроедные. Более того, возрожденные. То есть мы их замачиваем на срок от 6 до 10 часов, в зависимости от конкретного ореха и его свойств. За счет данной процедуры мы имитируем природный процесс возрождения ореха. То есть его пробуждение, преобразование сложных компонентов в более простые для усвоения. Мы доводим орехи до стадии готовности орехов к проращиванию, но не переходим эту черту. А затем высушиваем при температуре не выше 30 градусов по Цельсию в вакуумных дегидраторах. Третье. Мы не используем в продукте данном сахар. Но мы нигде сахар не используем. И даже мед. А используем сироп амаранта и инулин. А это такой полисахарид, добытый, скажем, из топинамбура, клубней его, или аналогичных культур. А также мы используем саму естественную сладость ягод, которые идут в наши гранулы как добавки. А это природная фруктоза, содержащаяся в этих ягодах. Четвертое. Мы используем исключительно натуральные, органические ягоды молекулярной сушки. И более того, внимание, в процентном отношении выражений. До 7% идет у нас ягод от общего объема готового продукта. Что делает наш продукт поистине ягодным. Обычные производители добавляют не более 1-2% ягод. Да потом еще каких ягод, где и как собраны, поди разбери. Пятое. Мы не запекаем наши гранулы, как это делают все. А сушим в вакуумных дегидраторах при температуре не выше 30 градусов для максимально полного сохранения всех полезных свойств этого продукта. То есть всех витаминов, минералов, аминокислот, ферментов и других нутриентов. Но это, дорогие друзья, самое главное, и только даже по этой причине сравнивать наши гранулы с какими бы то ни было иными, просто неразумно и некорректно. Шестое. Кто-то спросит, а как тогда ваши гранулы имеют такой цельный и красивый внешний вид? А я отвечу. Перед сушкой мы обрабатываем гранулы смесью из сиропа амаранта и водного раствора инулина для создания эффекта слепания компонентов этих гранул, но с последующим их перемешиванием. Седьмое. Все эти наши гранулы создавались для российских спортсменов под контролем диетологов и врачей спортивной медицины и врачей из Института питания Московского государственного университета пищевых производств. Эти наши гранулы используют профессиональные спортсмены, в том числе российских сборных по разным видам спорта. Восьмое. Каждое из наших видов гранул идеально сбалансировано, полностью натурально. Все компоненты, продукты, естественно, без химии. Сделан наш продукт по уникальной многоступенчатой щадящей технологии и подходит, конечно, для веганов и для сыроедов и для всех людей, которые хотят стремяться вести здоровый образ жизни. Как и наши уникальные соусы, каши, супы, мыла, корма для кошек и собак. Эти продукты все натуральные, сыроедные, веганские, с уникальным полноценным составом. Но в завершение я хочу вам порекомендовать уделить внимание вот этим двум новым также нашим позициям. Скоро о них будет сделано отдельное видео. Это суп растительный томатный и суп растительный шпинатный. Они сделаны по уникальной технологии и не имеют аналогов. Они превосходят те наши прошлые сыроедные супы, которые у нас есть и были, и сейчас есть в продаже. Но по ним будет, как я уже сказал, отдельное видео. И еще последнее. Два уникальных перезимовавших меда уже есть в продаже. Первый это мед, перезимовавший в колодах от старобрядца Зосимы с Алтайских лесов. А второй мед от нашего старого друга-товарища Олега из одного экопоселения. Мед, который провел целый год в ульях. То, что за зиму не съели пчелы. То есть полностью созревший, ферментированный, с уникальными лечебными свойствами мед. И тот, и другой теперь есть у нас в продаже какое-то время. Но небольшое, потому что собирается он раз в год. Его очень мало. Это буквально с каждой колодой, либо улья, не более 2-3 килограмм остается данного меда после зимовки. Ну, а о свойствах данного меда у меня было несколько видео. Ну, а в завершение скажу, что вы и так спросите многие из вас, что все наши приборы, продукты, товары, и гранолы, и мед, и другие продукты, и изделия вы можете купить на нашем сайте надгард.ру. Ссылка будет в описании. Ссылка и сейчас на экране стоит. Но это нужно печатать. Ну, а под видео просто достаточно нажать на выделенную ссылку, и вы попадаете сразу на наш сайт, соответствующий раздел. И вы можете заказывать. И мы в любой город России, а также любую страну мира, отправляем наши товары, продукты. Почитайте раздел отзывы на нашем сайте. Ну, это для новых зрителей, конечно, я рекомендую это сделать. А так, внимательно пробегитесь по всем разделам нашего сайта. Очень много в нем интересных, полезных, уникальных товаров и продуктов. Всего вам хорошего, дорогие друзья. До новых встреч, до новых видео. Делайте свои заказы. Пробуйте и пишите обязательно отзывы. Ждем их. Корректор А.Егорова